В семье Карапетян печатные книги читают взахлеб, поэтому для экономии семейного бюджета записались в библиотеку. Мама Лиана этим летом прочитала бестселлер «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл. Дочь Вероника поставила себе более сложную задачу – освоить весь список литературы по школьной программе, который задали на лето. До начала учебного года нужно успеть прочесть Тома Сойера Марка Твена и Алая Паруса Александра Грина. Младшим братьям берет сказки – русские и зарубежные. Замечательная библиотека. Глаз радуется от количества литературы разные, в том числе и зарубежные привлекает. И я беру и для младшего запуск речевого развития. Поэтому все есть для всех категорий читателей, здесь все есть, любая литература. Поэтому мы с удовольствием сюда приходим. Периодически я специально беру поменьше книг, чтобы мы в следующий раз пришли еще, еще, еще. Старшее поколение удивляется сегодняшнему разнообразию и доступности литературы. Галина Якличева родом из деревни. Тогда в местной библиотеке было всего около сотни книг, которые зачитывались до дыр. В современной Самарской библиотеке можно найти и раритет, и новые произведения. Книги Галина Якличева читает всей семьей. С внучкой потом любит обсуждать прочитанное. Мы дома вместе читаем. Бывает, она читает, я слушаю. И потом она уже... Мы видим, что в мультике там другое, а в книжке там намного больше. Центральная городская детская библиотека на аэродромной 16А была полностью переформатирована по национальному проекту культура два с половиной года назад. Теперь это книжный лабиринт. На полках около сотни тысяч произведений. Разнообразные тематические зоны. Скучать не приходится. Библиотека не просто место книгохранения и чтения в тишине. Это место общения и творческого развития. Все пространство библиотеки сделано в формате книжной кругосветки. То есть у нас весь дизайн, все это выполнено в таком формате, относящемся к национальному парку Самарская Лука. Вот. Например, у нас старший абонемент – это Молодецкий курган. Младший абонемент – это Песочный город. Игротека – это остров Зелененький. Медиатека – это Золотая пещера. Конференц-зал – это у нас фестивальная поляна. И мастерская – это задельная. В ходу по-прежнему фантастика и детективы. Кроме классической книги – популярны комиксы. Из новинок цифровой формат 4D. То есть рассказ без текста, только одни картинки. Из авторов пользуются большой популярностью Михаил Шолохов – Тихий Дон, Эрих Мария Ремарк – Три товарища, Джоан Роулинг – Гарри Поттер, Нарине Абгарян – Манюня и, конечно, Александр Кушкин с его сборником сказок. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов – События.